Первый каббалистический источник Восходит к Адаму Это был такой человек Ну допустим, если мы нарисуем диаграмму развития человечества Вплоть допустим до 20 века То мы где-то считаем человечество Можем отсчитать его где-то на 40 тысяч лет назад Так вот, Адам, этот человек был Один из многих людей Который жил 5765 лет назад Вот нашего времени Вот наши дни И вот называли Адам Он написал книгу, которая называется «Разиэля Малах» «Тайный ангел» «Тайный ангел» Эта книжка нам известна Она даже продается в магазинах Можно пойти ее купить Книга, которая написана была человеком 5765 лет назад Затем Авраам 1800 лет после Адама Написал свою книгу Мы уже говорили, кто такой Авраам Это древний вавилонянин Как бы породитель еврейского народа Но это... Мы сейчас будем еще об этом говорить Значит, он написал книгу Которая называется Книга Создания Сефер и Цира Эти книги написаны На арамейском языке в основном С переходом на иврит Арамейский и иврит Сходные языки Есть только некоторая разница Ну, она тоже каббалистическая разница В окончании их слов В некоторых... Так вот, это значит У нас первый каббалистический источник И второй каббалистический источник Третий серьезный каббалистический источник Это уже Муше Это так называемая Библия Или Тора на иврите Четвертый сильный Серьезный каббалистический источник Это Книга Зоа Автор ее Ражби Ражби Это сокращение Раби Шимон Бар Юхай Его звали Шимон Сын Юхая Это сокращенное его название Следующий большой каббалистический источник Это Ари Когда это... Ну, допустим, Ражби Так это уже второй век нашей эры Ари Это 16 век нашей эры И затем в 20 веке нашей эры Уже в 20 веке Мы это в 21 здесь с вами Это Баля Сулам Баля Сулам Это огромный каббалист нашего времени Каждый из каббалистов из этих Он адаптировал каббалу для своего времени Потому что мы с вами говорили Что человечество развивается каким образом Я здесь черчу еще один график Человечество развивается тем, что в нем растет эгоизм Вот это эго наше А это время Так вот В чем отличие времен Отличие времен в том, что эго в человеке, в человечестве Растет И это растущее эго толкает человека Человечество на новые открытия Завоевания Распространения Размножения И так далее Так вот Каждый каббалист Он уже относится К другому времени К другому уровню эгоизма И он адаптирует Каббалу своих предчастников Под свое время Поэтому Каббала, которую написал Адам Она трансформировалась И в новом виде у Авраама В новом виде у Мурше В новом виде у Рашби И так далее Пока не дошла до нашего времени И Баля Сулам Написал огромнейшие книги Комментарии Где адаптировал Всю предыдущую ему каббалу В своих произведениях И поэтому его произведения Мы считаем за Основоположными Такими для нас Основными изучаемых Все предыдущие Каббалистические произведения Для нас Они практически Сегодня уже устарели А он объясняет нам каббану Современным Научным языком У него есть очень много Интересных статей Каббала и философия Каббала и науки Познание Раскрытие мироздания Каким образом человек Постигает окружающий мир Как постигающий мир Влияет на него То есть его произведения Написано современным Научным языком Его книги состоят Из двух частей Все предыдущие источники И комментарии Его Баля Сулама На них То есть изучая его книги Мы изучаем И книгу Адама И книгу Авраама И книгу Мушей И книгу Зор И так далее Таким образом Устроена каббалистическая Преемственность Источников Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok